Гоша, ты поняла эту задачу или нет? Приехать какой-то. Да меня вообще не доходит. Гоша, ну ты же умный. Такой же, как и ты, умный. Не понимаю ничего. Пойду, Соня спрошу. Ведь Тамара Андреевна всегда говорит к сестре обращаться. Соня, спасай. Что надо? Помоги задачу решить. Мы вообще с Гошей не понимаем. Помоги себе сам. Ну, Соня, Тамара Андреевна сказала, что ты очень умная была в начальных классах. То, что должна нам помогать. У меня игра по сети очень ответственная. Отвали. Вечный с тобой так. Дождешься помощи от этой Сони. Что, ей сложно, что ли? У нее игра по сети очень ответственная, сказала. Игра важнее братьев. Сейчас я с ней разберусь. Гош, ты куда? Сейчас узнаешь. Игра у нее ответственная. Сейчас я ей покажу игра. Ну все, осталось только ждать. Сейчас будет у нас помощница. Не поняла, что такое? Где интернет? Валуи, у вас интернет есть? У нас есть нерешаемые задачи. А интернет нам не нужен. Ага. Завучки. Да что такое с интернетом? Не могу понять. Ага. Мне кажется, я поняла, чьих это рук дело. А вот и интернет. Пранканутиня меня решили, значит. Сейчас я им устрою пранк. Ну что, малые, я уже могу вам помочь. Говорите свою задачу. Спасибо большое. Мы уже сами решили. Ага. Какие умные ребята. Вот видите. Может вам чай сделать? Я как раз иду себе делать. Да, Соня, хочется чего-то сладенького. Мне две ложки сахара. А мне три. Ну хорошо. Так, одному две, второму три ложки. Сахара. Ага, сахара еще еще. Соли. Соленый чай очень полезен для тех, кто включает интернет в системе. Так, чай стоит на кухне. Я сахар добавила, вам осталось любить. О, Соня, спасибо большое. Чай как раз кстати. Да, пожалуйста, ребят, какие вопросы? Ой, чаек, как классно. Сейчас попьем. Ага. Ага. Будут знать, как интернет отключается. О, еще печеньки ссались. Мои любимые. Круто. Вы что за гадость? Соня, ты что, вообще страх потеряла что ли? Что такое, ребята? Ты зачем соли вместо сахара добавила? Спасибо большое, очень вкусный чай. Сама теперь это не допивай. Как соли вместо сахара? Ой, извините, малые. Я перепутала, я не специально это сделала. Простите, пожалуйста. Да ладно, можно подумать не специально. Да реально, но я перепутала. Просто, наверное, переутомилась. Ладно. Что дальше уроки делать? Еле сдержалась, чтобы не засмеяться от их лиц. Гоша, ты веришь ты, что она случайно перепутала соль с сахаром? Даже не знаю. Зная Соню, от нее можно ожидать что угодно. Не, ну чего ты так? Может, действительно перепутала? Я предлагаю проверить. Знаешь как? Как? Сейчас пойдем и попросим помочь по-английскому. Если она откажет, значит она специально подсыпала нам соль. А если согласится, то случайно и захочет загладить свою вину. Ну да, что-то в этом есть. Берем английский и пошли. Соня, помоги с английским, пожалуйста. Что там, сложно? Да нет, не очень. Там надо артикли вставить, а мы не успеваем. Нам еще один урок делать. Ну давайте помогу, ладно. Вот это упражнение. Хорошо, иди, я вставлю карандашом, потом перепишите. Спасибо, Соня. Сейчас как понавставляем артикли. Единицу как схлопочут. Ага, наивный. Еще и доверяют. Кажется, я их правда перепутала. Ну все, ребята, я вставила. И еще раз извините за соль. Да ладно, мы тебя уже простили. Ты же нам английский сделала. Ага. Окей. Так, остался английский. Английский. Гоша, разве здесь такой артикль? Ты сомневаешься в Соняных знаниях? Мне кажется, здесь Э, а не З. Ярик, у Сони 10 по-английскому. В восьмом классе. Не парься и переписывай. Да. Ну да, действительно, что я перепроверяю. Ну да, что бы еще такого придумать? Мне кажется, двойки по математике и по-английскому маловато. Идея. Пожалуй, это будет последняя на сегодня. Одну себе, а вторая все еще пара. Так, ну, вроде все. А теперь разложу их носки по одному в их тумбочку. Мальчишки, ваши носки после стирки. Спасибо, Соня. Э, вы что в телефонах сидите? Быстро вылазьте давайте. Я еду на работу, как раз могу вас в школу подвезти. Потому что уверен, что вы опоздаете. Быстрее переодевайтесь и вылазьте с телефонов. Хорошо, пап. Не понял. А что один носок? И у меня один. Так. Один. И этот один, да как так? Странно это все. Я понял, откуда ноги растут. Одеваем старые, а то опоздаем. 100% это Соня. Это она нам носки принесла. Да 100%. Это она нас подставляет. Вы что, еще не готовы? У меня нет времени. Добирайтесь до школы, как хотите. Я не собираюсь из-за вас опаздывать на работу. Все, пока. Блин, а что ж мы реально опоздаем? Ох уж это Соня. Я так и чувствовала, что Соня неправильно нам посказала домашку. Ну? Надо было перепроверить у одноклассников. А я говорил, что чувствую, что там не те артикли. Чувствовал, чувствовал. Надо было настоять. А ты не мог прислушаться ко мне. Ты этой Соне поверил, обманщица. Ладно, ничего. Переодеваемся и идем кушать. У меня созрел план, как ей отомстить. Давай быстрее пошли ужинать. Меня аж разрывает от злости. Ой, как вкусно покушали. Ага. Какая у тебя там мысль попала до Сони появилась? Давай, рассказывай. Да какая мысль? Мстить ей надо. Подставила нас. Коза оценки испортила по-английскому. У меня такие хорошие оценки шли. Иди сходи, посмотри, что она сейчас делает. А что я? Потому что моя идея. Ты идешь и смотришь. Вечно ты. Ладно. Может спросить что-то надо? Не спросить, а скажи. Спасибо, любимая сестричка, что помогала нам с домашкой. Мы из-за тебя получили десятки. Что к чему, Гоша? Надо усыпить ее бдительность. Ладно. Соня, привет. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. За что? За то, что помогала английский сделать. Мы с Гошей десятки получили. Да ладно. Не может быть. Че, не веришь в дневник принести? Да ладно, верю. Видать, училка не шибко грамотная. А ты что делаешь? Ай, капец. Завтра контрольная по биологии. Шпоры пишу. А как ты ими пользуешься? У меня никогда не получалось. Ой, Ярик, это целая наука. А вообще, когда пишешь, что-то да в голове отложится. Ну ладно, готовься. Еще раз спасибо. Трудом какой-то. Я в шоке. Как за такое задание можно было десятку поставить? Что с учителем? Ну что, Гоша, судя по ее реакции, она специально нам сделала неправильно. Что я тебе и говорил. Что она удивилась? Да не то, что удивилась. Офигела. И поверила про десятки. Засомневалась в образовании учителей. А что она делает? Шпоры пишет по биологии. У нее контрольная завтра. Шпоры, говоришь, пишет? Контрольная по биологии? Это то, что нам нужно. Ну-ка, ну-ка. Если пишет шпоры, значит не учит. И что? Если мы выкрадем у нее шпоры, она не сможет написать контрольную. И тогда нас хватит двояк. Да, тем самым мы ей отомстим, и она отгребет от родителей. Ну и как нам это провернуть? А вот это надо подумать. Пойду-ка я к ней посмотрю. Гоша, она ничего не заподозрит? Мозгов не хватит. Соня, что делаешь? Да вы что, сговорились? То Ярик пришел. Теперь ты что надо? Чего злишься? Что делаешь? Спрашиваю. Шпоры пишу, вы задрали. Шпоры? Зачем тебе? Ты ж умная. Умная-то умная. Спасибо. Хотя я знаю. Но 15 параграфов повторения. Попробуй повтори и выучи. Ничего себе. И что, ты эти все 15 параграфов себе на шпоре пишешь? Да, на каждой шпоре по параграфу все основное выписываю. Ну хорошо. А как ты потом узнаешь, откуда какую шпору достать? А что сложного? 15 параграфов, 3 кармана в рюкзаке. Туда их раскладываю. 5 в каждой. И просто запоминаю, где какой. Угу. Кстати, хорошая идея. Надо нам тоже попробовать это. Давно пора. Я в вашем возрасте уже конкретно списывала. Понятно, Соня. А я думала, что ты все зубришь. А ты такая хитрая. Шпоры пишешь. Учись, студент. Проваливай давай, не мешай. Ухожу. Ухожу. Ну что, поздравь меня. Я все узнал. Рассказывай, что ты узнал? Точнее, не то чтобы узнал. Она сама мне все рассказала. В смысле? Что рассказала? Что у нее 15 шпор? Как и параграфов. Три кармана? И в каждый карман по пять. Где три кармана? В штанах? В рюкзаке. Она шпоры прячет в рюкзак. И как ты предлагаешь их похитить? Перед сном, когда она пойдет в душ, ты будешь стоять на шухере. А я пойду, достану все шпоры из портфеля. И когда она захочет списать, то она их не найдет. Да, но только надо вместо шпор туда что-то другое положить. Чтобы она не поняла, что у нее в кармашках пустое. А что тут думать? Такие же бумажки, только пустые. Пошли вырезать. Давай, режь и складывай гармошкой, как у нее. Гоша, она нас за это прибьет. Не прибьет, не переживай. Ну что, Гоша, готово. Что дальше? А дальше ждем, когда она пойдет в душ. Соня, а ты в душ? Нет, закрепает. Это наш шанс, пошли. Давай, шпор. Стоит на шухере. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь будем ждать, когда она со школы с двойкой придет и летит папа. Ну ничего, будет знать, как нас подставлять. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, привет, Кира. Ну конечно помню, как про такое забудешь. Да, вечеринка обещает быть крутая. Ну хорошо, давай, до встречи. Круто будет. Сейчас все уроки быстренько сделаю и буду собираться. Капец, завтра же биология. И она еще сказала, что спросит меня 100%, потому что на прошлом уроке я не заработала отметку. Ладно, посмотрю, может выучу. Ай, все, да, расстроена? Лучше музыку послушаю. Все равно на вечеринку не пойду. О, Соня, привет, что делаешь? Может, брат, с ней что-то нехорошо. Может, кровь трясет. Может, плохо. Соня, Соня! Я всегда подозревала, что с ней не все в порядке. Соня, Соня! Чего орете? Вообще, что ли, больные? Что это у тебя в ухе? Слуховой аппарат, что ли? Отклохло? Ну да, вам, колхозникам, не понять. Это беспроводные наушники. А, вот оно что. Не видно ничего. А мы думали, ты с ума сошла. Слушай, Ярик, так это круто. Стих можно в школе рассказать, и никто не увидит. Засунул наушник в ухо, ты вышла на коридор, и диктуешь мне стих. Точно! И ничего учить не надо. Надо как-то попробовать. То есть, вы хотите сказать, их совсем не видно? Нет, вообще не видно. И так не видно, и так не видно? Я же тебе говорил, она вообще какая-то не такая. Вообще не видно! Слушайте, тогда у меня к вам дело. Садитесь. Какое же дело? Говори. Короче, мне надо выучить параграф по пиологии, потому что училка меня спросит. Ну, учи, мы тут при чём. А у нас сегодня в классе вечеринка, и мне вот так надо там быть. Ну, Соня, быстрее, рожай! Мы же с вами в разные смены, в разные. И только вы с утра можете меня выручить. Короче, вам завтра в 11 часов нужно продиктовать мне вот этот... Параграф по биологии. Соня, я не понял. Да что непонятного? Я вставляю наушник в ухо, а вы мне через телефон продиктуете параграф. Что непонятного? Вы же сами мне идею предложили. Ну что, выручите меня, братья? Ну, нам надо подумать, Соня. Да что тут думать, соглашайтесь! А зачем-то у нас завтра футбол? Ладно, пойдём, поговорить надо. Быстрее, я жду ответа. Хорошо, хорошо, Соня. Гоша, какой футбол? У нас завтра нету никакого футбола. Ты что, я их? На Соне можно неплохо заработать. Ты не понимаешь. Соня, чтоб пойти на вечеринку, любые деньги отдаст. А мы папе 100 долларов проспорили. Ты что, забыл? Точно забыл. Короче, продадим Соне эту услугу за 100 баксов. Ты молодец, шаришь. Пошли к ней. Короче, Соня, мы договорились и решили тебе помочь. Ну, хорошо, я тогда пошла краситься. А вы учитесь читать. Параграф 11. Подожди, мы ещё не оговорили все условия. Ну, что ещё у вас? Эта услуга будет стоить тебе 100 долларов. Что? Сколько? Вы вообще обалдели? А ты что, думаешь, мы будем бесплатно этим заниматься? Нетушки. Дело твоё, 100 долларов или вечеринка. Выбирай. Всё, не надо мне от вас никаких услуг. Вообще обалдели. Лучше останусь дома и буду учить. Вышли из комнаты. Ну, как хочешь. Если ты хочешь ещё подумать, то у меня есть такая информация для тебя. Идите отсюда. Не надо мне от вас никакой информации. Вон. А на вечеринке сегодня будет красавцем. Красавцем. Идите отсюда. Мне до красавцена никакого дела. Тоже мне, братья. Ну вот, Ярик, не прокатило. Подожди. Сейчас она ещё подумает. Алло, Кирь, короче, я на вечеринку не пойду. Мне надо выучить биологию. Так как училка сказала, что меня 100% спросит. А параграф тут нелёгенький. За день не выучу. Поэтому я буду разбирать. Да знаю, что он будет. Ну и что? Я бы с удовольствием пошла. Я даже придумала, как не учить и ответить. Но за этот способ малые мне влепили 100 долларов. Представляешь? Вообще обнаглели. Что ты говоришь? Фальшивые 100 долларов? Никакая идея у меня как раз здесь были где-то. Спасибо большое. Жди от меня звонка. Давай. Ничего себе, идейка. Где-то у меня были эти 100 долларов. Я, по-моему, ещё специально покупала, чтобы разыгрывать малых. Нету. А те же они. О! Нашлись. Отлично. Я думаю, поведутся. Раз. Ладно, я согласна. Держите 100 долларов. И вот учебник 11 параграф. Учитесь читать. Завтра перед дорогом позвоню. И отрабатывайте денежки. Отлично отрабатывайте. Помогатели. Красавцын будет рад тебя видеть. А папа будет рад, что мы вернём ему 100 доллара. Жалко. Я бы их лучше себе оставил. Алло. Ну что, Кир, жди меня. Я уже бегу. План сработал. Давай. Давай. О, пап, ты здесь. У нас к тебе дело. Не, ну садитесь хоть дело. Поболтаем. Папа, помнишь, мы тебе 100 долларов проспорили? Ложи. Возвращаем тебе долг. Прикольно. Так быстро отдали. Молодцы. Вы чё, прикалываетесь с меня? Ложи-то нашли. Они ж не настоящие. Что? Как? Обычный принт цветной. Ну? Вы чё это меня надурить решили, а? Нет. Это Соня нам отдала за кое-какие-то услуги. Это за какие-то кое-какие-то услуги? Фальшивыми деньгами рассчитываются. Вы чё? Походу вас надурили. Ха-ха. Так что вы мне остаетесь должны. 100 долларов еще. До сих пор. Гоша, пошли. Есть разговор. Все, идите разбирайтесь, а я пока продолжу дальше свои дела. Капец. Фальшивые 100 баксов. Это надо было. Это, Ярик, только оставлять нельзя. Это хорошо, что мы их папе дали. А если бы кому-то другому? Гоша, я знаю, как мы ее проучим. Мы завтра в наушнике ей продиктуем. Вместо 11-го параграфа продиктуем пятый. И вместо пятерки ей влепят двояк. Проучим ее за 100 фальшивых баксов. Кажется, Соня вернулась. С двояком. Все играют задроты. О, тварь какая-то. Точно двойку сохлопотала. Ничего-ничего. Будет знать, как фальшивые деньги братьям подкладывать. Да. Ну, пошли посмеемся хотя бы над ней. Пошли. Ну что, Соня, как дела в школе? Нормальные дела. А вам какая разница на мои дела? Особенно в школе. А как твоя биология, Соня? Спасибо за помощь. Все окей. Все окей? Ну ладно. Окей, окей. Вымогатели. Ничего не понимаю. Что значит спасибо за помощь? И настроение нормально. Неужели она двойку не получила? Странно это все, Гоша. Ну да, странно. Надо проверить, получила она двойку или нет. А то папе скажем, что получила, а она не получила. А как мы проверим? Как-как? Надо дневник ее посмотреть. И все. Так она тебе и покажет свой дневник. Никто и не говорит, что она нам его и покажет. Надо ее как-то выманить из комнаты. Ну да, это только нужно сделать так, чтобы она ничего не поняла. О, Гоша. Кажется, я придумал, как это провернуть. Надо сказать, Соня, что папа ее послал в магазин за чем-нибудь. А мы проверим ее дневник в это время. Отличная идея. Только нужны деньги. Типа папа оставил для нее. У тебя деньги есть? Да есть немного. Нисти сюда. Вот все, что у меня есть. Не густо, но на молоко хватит. Пошли к ней. Соня, тут папа просил тебя в магазин сходить. Он оставил тебе два рубля. За молоком. Сгоняй. Положи ее на стол. Попозже схожу, занята пока. Папа сказал, чтобы до его прихода молоко уже было. Давай, сгоняй. Ну, сгоняй. Соня, а нам надо в школу. Мы уже опаздываем. Так а что стоите тут разговаривать? Идите одевайтесь, разопаздывайте. Я схожу. Ладно, Гоша, пошли собираться. Это ее проблемы, если не успеет. Так, где идет дневник? Надо искать. Может, в портфеле? Так, вот. Нету двойки. Реально, нету. Как? Я не знаю, как. Неужели училка ей не поставила? Да нет. Такого не может быть, чтобы не поставила. Может, лист вырвала? Нет. Здесь за четверг стоит оценка. Так бы ее не было. Может, вывела чем-нибудь? Я знаю. У них много лайфхаков. У кого? У старшиков. Да не похоже, что вывела. Так, пряжи дневник в портфеле. У меня появилось идея, как узнать, получила ли одна двойку или нет. Гоша, но я не буду похищать журнал учительский. Не-не. Давай, пойдем отсюда. У нашей Маринки старший брат учится с Соней в одном классе. Точно. Давай быстрее звоним Маринке. Пускай она узнает. У своего брата что у Сони по биологии. Сейчас мы с этими поисками в школу опоздаем. Так. Марин, привет. А твой брат уже пришел со школы? Спроси у него, пожалуйста, с Сони по биологии. Получила двойку или нет? Да, спасибо, пока. Получила. Да. Ярик, двойку получила. А в дневнике нету. Это двойной обман. Ладно, в школе придумаем, что делать. Давай собираться, а то реально опоздаем. Ну, дома. Работа закончилась. О, пап, привет. Я вроде успела купила. Что купила? В смысле успела? Молоко. Ты же просил. Да ничего я не просил. Мне не надо молоко. Странно. Малые сказали, что ты просил. Ну, может, перепутали, как обычно. Ладно, давай, в холодильник поставлю. А в школе дела как? Что получила? Дела хорошо, а ничего не получила. Ладно, иди делай уроки. Я портфель на кресле оставляла. И этот замут с молоком, малые явно что-то придумали. Какая разница, что они придумали? Двойки-то в дневнике нету. Бояться мне нечего. Ну, Соня, гони настоящие 100 баксов. А не то пожалеешь. Чего ты говоришь? Не поняла? Совсем ку-ку? Полегче с выражениями, сестра. Двойка, гони настоящие 100 баксов. Мы знаем, что у тебя по биологии. Вы о чем, ребята? Мы знаем, что у тебя двойка по биологии. Деньги, гони настоящие. Во-первых, двойки у меня никакой нет. А во-вторых, деньги я вам дала за пятерку. Слушай, не надо нас за дураков держать. Мы все знаем. И ты папу обманула. Давай гони 100 баксов. А иначе цена начнет расти. Слишком хитрая двойщица. У нас в семье растет гоша. Не говори, Ярослав. Сам в шоке. Соня, ты чего не шевелишься? Алло, гони деньги быстрее. Ну, малые, ну шантажисты. Держите. И папе ни слова. Иначе вам не сдобровать. Ты еще нам и угрожаешь? Ты, наверное, не понимаешь серьезной ситуации, девочка моя. Все. Папа, мы тебе долг принесли. Ха, что? Очередную фальшивку притащили, да? Нет, папа. В этот раз не фальшивку. О, слушай. Реально настоящее. А где взяли? Хотя, какая разница. Ну все, вы мне ничего не должны. Отлично. Ну что, Ярослав, пошли с долгами рассчитались.